Несмотря на пристальное внимание к маршрутному транспорту со стороны госавтоинспекторов, в городе по-прежнему много ржавых развалют. Подтвердил это и очередной рейд технадзора ГИБДД. Старший лейтенант Медведев, ваш документ, пожалуйста. Свет на регистрацию, страховой полис ОСАГО, путевой лист. Будьте добры. Инспекторы расположились на улице Фрунзе и останавливают каждый встречный автобус. В центре внимания рулевое управление. Люфт измеряют специальным поверенным прибором. Допустимое значение в пределах 20 градусов. Все, что больше, является нарушением и опасно для пассажиров. Задержка происходит между поворотом руля градуса и колесами. То есть происходит запоздание. Это очень опасно для водителя и для пассажиров. А вот и наглядный пример. У этого автобуса прибор намерил люфт в 28 градусов. Почти в полтора раза больше допустимого максимума. Водителю, а также руководству и сотрудникам транспортного предприятия, допустившим автобус до работы, грозят штрафы. Водителю грозит штраф 500 рублей по статье 12.5, часть 1. Это техноисправность кодекса правонарушения. Предприятию, должностному лицу грозит штраф от 5 до 8 тысяч рублей. Соответственно, с постановлением водителю выносится еще и требование об устранении данного нарушения, с которым он должен приехать в госавтоинспекцию и показать инспекторам технадзора, что он устранил. Водителя неисправного автобуса ждет еще один неприятный сюрприз. Сегодня ему самому, вероятно, придется воспользоваться услугами общественного транспорта. Автобус эвакуируют при помощи специального грузового эвакуатора на штрафстоянку. Собрать его смогут только после устранения неисправностей. Оплата времени, проведенного автобусом в заключении и услуг эвакуатора, также теперь забота компании-перевозчика. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иванова. Субтитры создавал DimaTorzok